Остерегайтесь подделок! Настоящее утро только со звуком на Радио 13! Друзья, ищите меня в Твиттере, Денис Лазер. Денис Лазер. Слитно, и будет вам счастье. И кино. Кстати, тут есть вопрос от Максима. Есть вопрос? Давай-давай. Он спрашивает, а есть ли какие-то родственные связи с другим Лазером? Конечно. Это мой двоюродный брат, для кого не секрет. Шутка? Нет, серьезно? Это же не первое преми. Вот так вот. Неожиданный поворот событий. Тут вот зовут то ли во Францию, то ли в Казахстан, я не пойму уже. Да-да-да, мы уже решили. Он уже готов. Я записываю командировки. Пишите в Твиттер, друзья. Лейла, мой личный хроникер. Нет, пресс-аташи у меня уже есть. Мой личный хроникер. Хроникер? Ну, ладно. Носитель моего молескина. Отлично. Можно мне так в трудовой прямо прописать? Легко. Ты кого на кого меняешь? Я ни на кого, ни на кого не меняю. Так, вот-вот. Семья разваливается. Чья? Наша? Чья? Костя, а жена в курсе? Жена в курсе. Она даже не против. Она даже не против, что я... Поутру... Она же не одна за девушку, у меня их пять. Да, у него-то гарем. Так же день новая? Да. Да. Серьезно? И периодически мальчики. Ну, в смысле, в курсе, что-то не приходит. Ого. Ну, вот так вот. Видишь, как я? В маленьких... Заковырялся. Может, не возьмите меня на работу? Да, запросто. Друзья, Денис Лазарев в понедельник и пятницу по утру на Радио 13. Это когда эфиров нет? Да. Гороскоп на Радио 13. Ага, вот, собственно, он и поступил. Сам пожаловал к нам в эфир. Гороскопчик. Лейла Фишер, are you ready? Я думала, я буду с тельцами общаться. Нет, ты начинаешь с совными общаться. Ну, хорошо, сейчас я пообщаюсь с совными. То есть ты готова. Как кто? Я всегда готова. Я скажу, что я вообще не люблю гороскопы, потому что мне все время по гороскопу желают какую-то фигню. Слушай, а ты кто по гороскопу? Я Весы. Весы. А, то есть это... Никогда ничего хорошего Весам не желают. Это до Скорпионов. Да почему? Я тебе всегда хорошего пожелаю. Я Скорпионов. Да, ты понятно, да. Все? Овная. Овен. Овная. Чем вероятнее планы, тем лучше. Не отказывайтесь от помощи. Да и сами помогите окружающим. Телец. Вы идете в правильном направлении к материальному благополучию. Остается только найти к нему более короткий путь. Близнецы. Будьте осторожны сегодня в своих новых начинаниях, так как они могут повлечь за собой совершенно неожиданные последствия. Рак. Раки. Сегодня звезды благоприятствуют всевозможной деловой деятельности. Лев. А, произойдет именно то, чего вы ожидали и предвидели. Не стоит волноваться, ведь все меры вы приняли заранее, и теперь остается только точно соблюдать разработанный сценарий. Дева. Откровенность не всегда хороша. Есть случаи, когда не грех немного покривить душой или просто промолчать. Весы. Весы. Да, весы. Весы, сдерживайте, пожалуйста, эмоции. Вот, говорю же, фигня какая. Он сегодня ничего не сдерживает, неудержимый какой-то. Более того, сегодняшний конфликт не принесет вам долгожданного облегчения. Скорпион. Скорпионы, братья и сестры, врагам не удастся испортить вам настроение ни на сегодня, ни на всю оставшуюся весну. Хотя именно такие планы у них и есть. Стрелец. Откажите себе удовольствие купить что-нибудь ненужное. Ну, конечно. Берегите деньги. Шопоголики. Берегите деньги. Козирог. Месть уничтожает жизнь, поэтому не стройте планов по ее воплощению в жизнь. Водолей. Ешьте как можно больше фруктов и овощей. Здоровье требует заботы и внимания. Вы рискуете подхватить простуду или заболеть расстройством желудка, если и дальше будете так беспечно расходовать энергетические запасы собственного тела. Рыбы. Наступает время исполнения желаний. Хорошенько подумайте, чего бы вам особенно сегодня хотелось, и любое ваше желание обязательно сбудется. Гороскоп на радио 13. Остерегайтесь подделок. Настоящее утро только со звуком на радио 13. Вот как-то так, друзья, пролетели два часа. Пить-то будем? Конечно будем. Найт 13-то ждет. Давай, запивай. Пой, детка. Прощай со всех вокзалов поезда. Секунду, секунду, подожди, подожди. Ну что ж ты торопишься-то? А вот так даже? Ну ты что, поем? Да. Прощай со всех вокзалов поезда. Уходят в дальние края. А ты должна петь прощай, прощай. Прощай, прощай. Еще раз. Прощай, прощай. Прощай. Мы расстаемся навсегда. Под белым небом января. Прощай, прощай. Прощай, прощай. Прощай, ничего не обещай и ничего не говори. А чтоб понять мою печаль. Сходи со мной в кино. Русалочка. Вот такая песня была, друзья. Мне кажется, в тему я же уже убегу сейчас буквально через 6 минут. Ну да, осталось какие-то совсем чуть-чуть. Да, а можно я скажу, куда я убегу и где меня дальше? Можно лицезреть? Лицезреть? Ну что, РБК? Да, друзья, веду я новости на РБК. Да, есть как онлайн-трансляция в интернете, так и по телевидению. Не знаю даже, что во Владивостоке показывают. Кто бы мог подумать, да, вот это ведущие серьезные вообще программы. Друзья, вы включите телевизор или в интернете откройте rbc.ru и крайне удивитесь. С 12.30 каждые полчаса ваш местами покорный Лазарев с новостями. Почему местами? А потому что тебе не покорюсь. А, ну ладно. А вот русалочка, да. Эх, русала, 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 подпортила себе. Я все проворонил, ей 26 лет старо, а вот 30 это хорошо. Ты уже себя там клеишь? А там уже, там уже склеено, походу. Я так думаю. Вот, Денис, ну, задаем вопрос опять же таки всем. У каждого человека есть в жизни какое-то утро, которое он помнит всегда. Ну, одно какое-то незабываемое, хорошее, доброе, такое, позитивное. В твоей жизни какое-то утро? Ты не мог вот, когда я такой пришел, спросить, чтобы я что-нибудь придумал? А что придумывать-то? Сегодня еще не тоже сгодится, если что. Ну, я думаю, что это будет, наверное, утро, в которое я прилетел в этот город. В город Москва. Вот, я, пожалуй, его прям очень хорошо помню. Прямо до мелочей, куда я заезжал, что делал, там, подключал телефон, брал кофе на вынос, там, что-то ехал дальше. Вот, это было, ну, такие совершенно шикарные чувства, безумнейшие ощущения. И я абсолютно без какого-либо протеже, есть то, что есть сейчас. И я хочу для всех сказать, что, друзья, не бойтесь что-то поменять в своей жизни. И не бойтесь вообще перемещаться. Если вы настойчивые и упорные, у вас все получится. Да, друзья, осталось только добавить, что через час программа радиофона. Вечером шоу «Шаг вперед» на Радио 13 с 8 до 10 вечера с ведущими Наире Маминовым и Ирой Лакутиной. А я бы еще хотел добавить, что утреннее шоу «Утро со звуком» выходит при поддержке звукозаписывающей компании «Асмедиа». «Асмедиа» все, что связано с записью звука и мультимедиа. Запись песен, подбор и запись дикторов и актеров, озвучка фильмов, производство рекламы, озвучивание ваших торжественных мероприятий и многое другое. Адрес сети интернет www.recording.ru, телефон в Москве 225-81-19. Вот, так. Помнил? Да, да. Друзья, спасибо вам огромное. Мне очень понравилось. Не знаю, как вам. Нам тоже очень понравилось. Все классно, все в лучших традициях «Утро со звуком». Давно у меня такого пошлого утра не было. А щечки-то до сих пор розовенькие. Всем пока, искренне ваши. Костя Звук, Клейла Фиша и Денис Лазарев. Пока-пока. До вторника.